Я уже привык вставать поздно. Сквозь сон я слышал, как мама упрекала папу. Топаешь своими ногами, а он не должен слышать, что мы так рано поднимаемся. Нельзя подавать ему дурных примеров. Папа снимал ботинки и ходил по комнате в носках и на цыпочках. Будильник в нашем доме по приказу мамы онемел и просто молча показывал время, как самые обыкновенные безголосые часы. Но в то утро мама разбудила меня. Петр, что потом сказал мама, ты окончательно не просыпайся, тебе еще спать да спать. Но я не могу уйти на работу, не предупредив тебя о том, что в цирке бывает несколько представлений в день. Если понравится, можешь остаться и на второе, и на третье. Когда Дед Мороз успел сообщить маме, что я собираюсь в цирк, и почему она не спрашивает, на какие деньги я туда пойду, и не волнуются, как я туда доберусь, хотя цирк находится совсем в другом конце города. Никто, конечно, не смог бы ответить мне на эти вопросы. Да и вообще, когда дело касается сказки, лишних вопросов лучше не задавать. Днем, выйдя на улицу, я не успел даже подумать, на чем бы мне добраться до цирка. Я не успел об этом подумать, потому что прямо к подъезду подкатил тот самый пустой троллейбус с дощечкой в ремонт на заднем стекле. В нашем доме на третьем этаже жил один большой начальник, директор завода. За ним каждый день приезжала машина, которую в доме называли персональной. Это слово почему-то произносили негромко, в полголоса. Тот легковой автомобиль марки МКО, высокий и прямой, точно карета с мотором, сейчас не пустили бы на центральные улицы нашего города, как не пустили бы какую-нибудь старую телегу. Но в то время МКО казалось мне роскошным автомобилем. Иногда большой начальник катал ребят в своем персональном авто. Взрослых людей в ней, кроме шофера, помещалось не больше четырех. А нас, ребят, набивалось по семь или даже по восемь человек. Ну а в моем персональном троллейбусе могли бы уместиться десятки пассажиров. Но ехал я в нем один. Мне очень хотелось, чтобы ребята или хотя бы взрослые соседи увидели, как я сажусь в свой персональный троллейбус. Ну уж так всегда получается. Если хочешь, чтобы тебя увидели, то как раз в эту самую минуту рядом никого не оказывается. Только один незнакомый пешеход сказал другому, «Посмотри-ка, здесь теперь сделали остановку троллейбуса». Я повернулся и гордо сообщил, «Здесь нет остановки, это за мной приехали». И поднялся по ступенькам навстречу той же самой приветливой кондукторши. Как и в первый раз, кондукторша стала предлагать мне, «А не присядешь ли ты лучше вперед, поближе к водителю, там меньше трясет, а не перейдешь ли ты лучше на другую сторону, там солнце не бьет в глаза, а может быть ты хочешь посидеть на моем, на кондукторском месте?» Я уже не стеснялся доброй кондукторши. К тому же, путь был более долгим, чем в первый раз, и я успел прогуляться по всему троллейбусу, посидел возле кабины шофера и на кондукторском месте, спиной к окну и под белой табличкой для пассажиров с детьми инвалидов. А троллейбус катил вперед без всяких остановок, и даже светофоры светили ему всюду своим самым нижним зеленым глазом. «Наверно, Дед Мороз считал, что на моем пути к развлечениям не должно быть никаких препятствий». «Никаких!» «До скорой встречи! Прощай!» — сказала кондукторша. «Ага! Значит, она приедет сюда за мной после представления!» Сообразил я, спрыгнул на тротуар, побежал к цирку, и тут услышал за спиной голос какого-то гражданина. «Когда это здесь пустили троллейбус?» «Не знаю!» — ответил другой. «Должно быть, поставили столбы, провели провода и пустили». «В том-то и дело, что никаких проводов нету! Посмотрите-ка вверх! Посмотрите!» «На тротуаре уже собрались любопытные. Я вместе с ними задрал голову вверх. Никаких проводов действительно не было. А теперь взгляните туда! Взгляните!» — не успокаивался все тот же гражданин. «Я вместе с другими повернулся в ту сторону, куда он изумленно тыкал пальцем, и увидел вдали свой персональный троллейбус. Длинные усы, которого свободно болтались, словно плясали в воздухе над крышей. «Никогда не видел ничего подобного!» — протирая глаза, сказал какой-то старичок. «Чтобы троллейбус ездил без проводов, как автобус, и не грузовой троллейбус, тот и без проводов может на одном моторе, а самый обыкновенный, пассажирский, невообразимо!» — медленно произнес гражданин в шляпе и надел на нос очки, чтобы получше разглядеть это чудо. «И не то, еще увидите, если я захочу вас удивить. Стоит только мне зайти, хотя бы вон в ту автоматную будку, набрать две двойки и попросить Деда Мороза. С этими мыслями, счастливый и гордый, я покинул прохожих, непривыкших вот так запросто, прямо на татуаре, встречаться со сказкой». По вечерам здание цирка выглядело наряднее, чем в дневное время. Вечером фамилии акробатов, укротителей, клоунов были написаны разноцветными огнями. А сейчас, днем, кое-какие фамилии даже трудно было разобрать. Утром на буквах налипли снежинки, а потом потеплело, и буквы вытянулись, потекли вниз. Но я все же сумел прочитать, что в представлении участвует знаменитый клоун-богатырь. Остальные фамилии – дама, державшая за руку маленькую девочку. «У тебя нет лишнего билета?» «У меня нету», – ответил я. Маленькая девочка, которая совсем уже приготовилась попасть в цирк, я видел это по ее празднично заплетенным косичкам, скривила губы, еле-еле удерживаясь от плача. И меня тоже стала тревожить мысль. Как же пройти мимо контролеров туда, где скоро загремит музыка, и забегают по арене светящиеся круги, и будет показывать свои номера знаменитый клоун-богатырь. Тут ведь ни Докбераб, ни столица вечных каникул, и дядя Гоша не встречает меня у входа. Так, думал я, потихоньку боязливо приближаясь к тому месту, где широкий поток зрителей словно бы входил в искусственный шлюз, в узкий проход, по обеим сторонам которого стояли контролерши в форменных костюмах, с серебряными полосками на рукавах. Неужели Дед Мороз забыл обо мне? Когда до опасного шлюза оставалось всего несколько шагов, я услышал осторожный шепот. Вниз, направо, вторая дверь. Не оглядывайся. Мы с тобой не знакомы. Выбравшись из общего потока, я все-таки обернулся и увидел того человека, который шепнул мне на ухо вниз, направо, вторая дверь. Он тоже был в форменном костюме, серебряной полоской на рукаве, и, стало быть, тоже работал в цирке. Но ведь он, значит, мог бы просто так, без билета пропустить меня в зал, и почему я не должен смотреть в его сторону, почему он должен подчеркивать, что мы не знакомы. Вниз, направо, вторая дверь. Повторил я про себя. Вниз. Может быть, Дед Мороз хочет, чтобы я проник в здание цирка подземным ходом? Но на той самой второй двери справа не было написано подземный ход, а было написано служебный вход. Я вошел, и ко мне сразу кинулось трое или четверо людей в форменных костюмах с серебряными полосками. Никто не видел, как ты сюда зашел? Никто не слышал, как тебя сюда послали? Никто, ответил я. А что такого особого, если бы кто-то ее услышал? Это невозможно, раздался громкий голос. Тогда бы все погибло. Что погибло? Тихо спросил я, отступая назад перед огромным человеком в ярком и нелепом костюме. Что бы тогда погибло? Тогда бы весь мой номер сегодня в зале помер. Эти стихи почему-то очень напомнили мне стихи Дяди Гоши. Нет, никто ничего не видел, тихо сообщил я. Тогда все будет гладко, ведь ты, моя подсадка. Дядя Гоша декламировал только во время представлений. А этот знаменитый клоун-богатырь, конечно же, это был он, все время разговаривал в рифму. Наверное, не все люди, которые пишут и даже говорят стихами, называются поэтами. Неожиданно подумал я. У клоуна-богатыря было свирепое лицо, насупленные брови, огненно-красные щеки, которые напоминали две раскрашенные тыквы. Глаза состояли из одних только круглых черных зрачков. А белков совсем не было. Но это была маска. А под ней, мне казалось, должно было скрываться очень похожая на лицо массовика дяди Гоши. Того самого массовика. Вечно ликующая, неизвестно чему улыбающаяся. И лысина, наверное, была такая же блестящая, словно отполированная, хотя над маской торчала мохнатая и густая щетина чьих-то чужих волос. Да будет все в порядке, ведь в зале три подсадки. Заметив, что я ничего не могу понять, клоун подтвердил. Да, все должно быть гладко, ведь ты моя подсадка. Кто я? Подсадка? Одна, как говорится, из трех. Значит, он иногда все-таки переходил на прозу. И куда я должен подсаживаться? Не в пояс, конечно, ведь здесь не вокзал, а просто как зритель в наш зрительный зал. Ты тихо подсядешь у всех на виду на пятое место в десятом ряду. Я молчал. Опять не понимаешь. Это, вероятно, из-за стихов прогремел над самым моим ухом клоун-богатырь. Давай поговорим, как нормальные люди. Очень хорошо обрадовался я. Главное — секретность, или, как говорится, конспирация. Никто не должен знать, что ты моя подсадка. Соображаешь? Я по-прежнему соображал довольно туго. Слушай дальше. Ты тихонечко, чтобы никто, как говорится, ничего не заметил, выйдешь отсюда в фойе. Походишь туда-сюда, как самый обыкновенный зритель. Даже можешь купить мороженое. Обыкновенные зрители всегда, всегда едят мороженое. А потом, когда прозвенит третий звонок, войдешь вместе со всеми в общей, как говорится, массе, в зал и сядешь на пятое место в десятом ряду. Сиди и жди, когда я начну выступать. Мой, как говорится, коронный номер — поднятие тяжести. Чтобы доказать, что мои тяжести очень тяжелые, я вызову трех самых, как говорится, обыкновенных зрителей из зала на арену. Первым будешь ты. Только не вздумай поднять мои тяжести. Я не смогу, тихо сказал я. Клоун-богатырь перешел на шепот, но от его шепота подрагивал графин на столе. Ты вполне сможешь поднять мои тяжести, потому что они очень легкие, но ты должен делать вид, что их невозможно не только поднять, но даже, как говорится, сдвинуть с места. Соображаешь? Как говорится, ага, ответил я, невольно подражая богатырю, который поднимал легкие тяжести. Только одно мне не совсем понятно. Что именно? На какие деньги я куплю мороженое? Клоун загремел своим богатырским хохотом. Он хохотал очень долго, но лицо его при этом ничуть не менялось. Оно по-прежнему было свирепым, потому что это было не лицо, а маска. Кто, как говорится, получает на орехи, а кто на мороженое? Клоун протянул мне деньги. Какой добрый, благородный богатырь, подумал я, совсем как в легендах или былинах, значит, именно с его богатырской помощью. Дед Мороз решил бесплатно провести меня в цирк, да еще и угостить мороженым. Мороженое я любил не меньше, чем пастилу, шоколад и пряники. Ни на одном стуле, ни в одном зрительном зале мне было так приятно сидеть, как на пятом месте в десятом ряду. Ведь я был не просто зрителем, я был участником представления, но тайным участником, и никто вокруг об этом не знал. Сперва на арену вышли четыре медведя, тяжелые и с виду неповоротливые, они ловко вскакивали на ходу в мотоциклетные коляски, объезжали арену на самокатах и даже разгуливали на передних лапах, задрав задний верх. Я не хлопал, не въезжал от восторга, как мои соседи, сидевшие в десятом ряду, а все время пристально вглядывался в медведей и думал, а может быть, это не настоящие звери. Если тяжести могут быть легкими, то и медведи могут быть не медведями. Может, какие-нибудь артисты залезли в бурые шкуры и нацепили медвежьи маски. Медведи свободно расхаживали по арене, а тигры не пользовались таким доверием. Они были в клетках, но там за стальными прутями они выделывали такие номера, что я опять стал сомневаться. Может быть, это вовсе не тигры. Катаются на шарах, прыгают сквозь горящие обручи, гораздо ловчее, чем я сквозь обручи дяди Гоши. Вот если бы меня послали проверить, настоящие они или ненастоящие, я представил себе, как дрессировщик провозглашает на весь цирк. Сейчас обыкновенный зритель, сидящий на пятом месте в десятом ряду, проверит моих зверей. Если он выйдет обратно из клетки, значит, звери ненастоящие, а если не выйдет, значит, все в порядке. От одной этой мысли все мои сомнения сразу рассеялись. Нет, конечно, тигры не нуждаются ни в какой проверке. Я готов был подтвердить, что прямо со своего это места в десятом ряду, даже не подходя к клеткам. Когда чего-нибудь ждешь, время тянется томительно медленно. Я не замечал, какой интересной и разнообразной была цирковая программа, потому что с нетерпением ждал выхода на арену знаменитого клоуна. И вот наконец на арене загремели стихи. Сегодня в цирк вы пришли не зря, увидите клоуна-богатыря. Вслед за клоуном появились две тележки с такими гирями, что казалось у падения и на манеже образовались бы огромные воронки. Люди в форменных костюмах с серебряными полосками на рукавах везли тележки медленно, тяжело отдуваясь, то и дело останавливаясь для отдыха. Мои помощники или как говорится ассистенты сообщил клоун и стал заниматься гимнастикой, готовясь к поднятию тяжести. Он вытягивал руки и мускулы его сдымались, как крутые пригорки на ровной дороге. Наверное, клоун пошутил, что тяжести легкие, подумал я, видя, как естественно выбиваются из сил, надрываются и вытирают под солба ассистенты, катившие по арене повозку с гирями. Никто на всей планете не сдвинет гири эти, никто не сможет в мире поднять такие гири. Громогласно объявил об этом, клоун обвел застывшим свирепым взглядом ряды зрителей и в рифму спросил, может быть вы не верите, может быть вы проверите, сразу вверх потянулись руки, возьмем с каждой трибуны первых попавшихся зрителей, объявил клоун богатырь. Ребенок он ясное дело не поднимет, запротестовал кто-то. Вес моих гирь испытывают представители разных поколений, объявил клоун богатырь, как говорится и старые и малые, и тут же ему на глаза случайно попался я. Я был в десятом ряду, но очутился внизу на арене, так быстро, будто сидел в первом, однако, очутившись там, внизу, я вдруг понял, как это страшно выступать перед зрителями. Сотни глаз со всех сторон уставились на меня и на гири, и все ждали. Только обычного человека, стоящего на арене, рядом с гирями ждут, чтобы он их поднял, а от меня ждали, чтобы я не сумел их поднять. Все было наоборот. Я смотрел на клоуна, как на самого настоящего богатыря и героя. Он расхаживал по арене совершенно спокойно, будто вокруг не было никаких зрителей, и никто с трибун на него не глазел, а у меня тряслись коленки, и я со страху чуть было не поднял гири, которые были такими легкими, что, казалось, прямо-таки прилипали к моим ладоням и тянулись за ними вверх. Но я вовремя опомнился, напряг все свои силы и не сумел поднять, я даже не сдвинул их с места. Потом я, подражая ассистентам, клоуна-богатыря, стал вытирать пот со лба. Пот у меня действительно выступил. Что, не под силу? Над самым моим ухом прогремел голос. Не под силу, растерянно ответил я. Устами младенца, как говорится, истинно глаголит, торжественно провозгласил клоун. Теперь вызовем первых попавшихся зрителей с другой трибуны. Начали мы с ребенка, а сейчас вызовем мужчину. Да покрепче, поздоровее. Я вернулся на свое пятое место в десятом ряду. Представление продолжалось, а мне хотелось, чтобы оно уже кончилось. Не терпелось поскорее вернуться домой и позвонить Деду Морозу. У меня была к нему одна очень важная просьба. Я снова набрал две двойки и снова мне ответил знакомый Снегурочкин голос. Стол заказа слушает. Это я, Петя каникуляр. Оформить заказ на выполнение желаний? Да, пожалуйста. Если не трудно, такая наша работа. Я бы очень хотел, чтобы все мои друзья очутились в цирке на дневном представлении. Обслуживаем только каникуляров, строго ответил стол заказов. Но ведь меня это очень развлечет. Мне доставит огромное удовольствие, прямо-таки наслаждение, если все мои приятели окажутся в цирке. Обратись непосредственно к Деду Морозу, может быть, он разрешит, в порядке исключения. Соединяю. Я начал повторять свою просьбу, но Дед Мороз перебил меня. О, не затрудняй себя. Я слышал ваш разговор по отводной трубке. Вообще-то говоря, Снегурочка абсолютно права. По правилам я должен развлекать только каникуляров. У сказки ведь тоже есть свои законы. Если знаешь ли, волшебники начнут делать все, что им взбредет в голову, они такое натворят на белом свете, но в порядке исключения. Так уж и быть. Пойду тебе навстречу. Организую для всех твоих приятелей культ поход в цирк. Завтра обрадовался я. Нет, не завтра, а в ближайшее воскресенье. Почему? Мне бы очень хотелось Дед Мороз опять перебил меня. Я дисциплинированный волшебник и не могу отрывать ребят от занятий и от всяких общественных дел. Особо сейчас, когда они в школе готовятся ко дню открытия. Что это они там собираются открывать? Лениво перебил я волшебника. Вот видишь, я нечаянно нарушил законы сказки. Каникуляру нельзя даже рассказывать о том, что делается в школе. Ни о каких занятиях, никаких делах, он должен только отдыхать и развлекаться. Так что больше я ничего не расскажу. А просьбу твою насчет цирка выполню. И сразу же в трубке раздался голос дед Морозовской внучки. Заказ принят. Номер заказа 2 дробь 7. Приняла и оформила Снегурочком. Я уже говорил о том, что мне в ту далекую пору очень-очень-очень нравились выходные дни. Но, пожалуй, никогда еще я не ждал воскресения с таким нетерпением, как после разговора с Дедом Морозом. Ведь на дневном воскресном представлении в цирке должна была осуществиться одна моя необыкновенная затея. Необыкновенная. Будет так, размышлял я. Выкатят огромные гири, выйдет клоун-богатырь, а потом уж спущусь на арену и я. Спущусь тихо и скромно, будто первый раз в жизни. Все наши ребята будут смотреть на меня, и даже Валерик замрет от изумления, устами младенца, как говорится, истинно глаголит, воскликнет клоун и обратится ко мне. Под силу ли тебе, мальчик, поднять эти гири, а я возьму и подниму их вверх? Трудно даже себе представить, что тут начнется. Все решат, что я великий силач, ведь остальные подсказки не будут подводить клоуна и не смогут поднять гири, а я смогу. Ах, если мой план осуществится, тогда все ребята сразу и на веки веков забудут о моем позоре на хоккейном поле, забудут обо всех моих неудачах, обо всех. И вот наступил долгожданный день. Со своего пятого места в десятом ряду я видел, как на противоположной трибуне расхаживают мои друзья-приятели. Но они меня не замечали. Должно быть, Дед Мороз нарочно сделал так, чтобы они не смотрели в мою сторону. А я не спускал глаз с Валерика. Он конечно сидел рядом с Жоркой, мишкой будильником, он даже положил руку Жорки на плечо, и мне было как-то неприятно на это смотреть. Девчонка, сидевшая позади них, стала объяснять, что ей из-за длиннющего Жоркиного роста ничего не видно. Тогда Жора немного отодвинулся от Валерика, чтобы девчонка могла смотреть в просвет между ними, и рука Валерика соскользнула с Жориного плеча. Мне стало легче. Может быть, это Дед Мороз нарочно посадил сзади такую маленькую девчонку? Ну ничего, Валерик, думал я, скоро, буквально через каких-нибудь полчаса ты поймешь, кто больше заслуживает уважения, я или твои новые приятели. Мне казалось, что овертюра, которую исполнял оркестр, стала гораздо длиннее, чем была, что медведи катались на самокатах гораздо дольше, чем в первый раз, и что укротитель в клетке гораздо медленнее готовил своих тигров к прыжкам сквозь горящие обручи. Сколько можно смотреть на этих зверей? Тихонько ворочал я. Зоопарк здесь, что ли? Сколько можно слушать эту музыку? Концерт здесь, что ли? Все это тебе не нравится, рассередилась женщина, и выступал. Она и представить себе не могла, что я через несколько минут действительно появлюсь на арене. И вот наконец раздалась. Сегодня в церкву пришли не зря. Увидите клоуна-богатыря. Не знаю, как другие, а уж я-то, по крайней мере, пришел не зря. Это точно, говорил я сам себе, аплодируя клоуну. И все ему хлопали, даже Валерик, который не любил выражать восторгов. И тот неторопливо, как-то по-своему, не сгибая пальцев, аплодировал циркачу Геркулесу. Ассистенты, отдуваясь на каждом шагу, опять приволокли гигантские гири. Никто на всей планете не сдвинет гири эти. Может быть, вы не верите, может быть, вы проверите. Весь ряд, в котором сидели мои приятели, первым задрало руки вверх. Только один Валерик не рвался проверить клоуна. Жорина ручища тянулась ввысь, как семафор. Но хоть она была длиннее всех, клоун-богатырь ее не заметил. Взгляд его опять совершенно случайно наткнулся на мою руку. После первого представления клоун за кулисами сказал мне «Не лети на арену, как у горелой. Это может вызвать подозрение. Веди себя естественнее». И я попытался вести себя естественнее. И неспеша поднялся со своего стула и робко спросил «Вы вызываете меня?» «Ну да, тебя. Именно тебя. Тебя. Тебя, мальчик. И я могу спуститься вниз на арену? Можешь. А мое место тут без меня не займут? Никто его не займет. Но я все-таки обратился к своей соседке так, чтобы слышали все кругом «Покараульте, пожалуйста, мое место». Только после этого я медленным шагом сошел вниз на арену. Весь ряд, в котором сидели мои приятели, вытянул шею вперед и замер. Устами младенца, как говорится, истинно глаголит. Объявил клоун «Вот мальчик по имени «Как тебя зовут?» Петя. Сейчас мальчик по имени Петя скажет нам всем, можно ли поднять эти гири или хоть чуть-чуть сдвинуть их с места. «Ничего, сейчас ты, Валерик, начнешь уважать меня, и вы, мои дружки приятели, тоже», подумал я и стремительным рывком поднял гири вверх. Наступила абсолютная тишина. И вдруг среди этой тишины загремел голос клоуна богатыря. «Перед нами феноменальный ребенок, ребенок-богатырь. Родители мальчика в зале, я хочу, чтобы они по праву разделили успех своего сына, его триумф. Но раз он пришел один, он не один завопил ряд, в котором сидели мои приятели. Это наш Петя, он живет в нашем дворе, он учится в нашей школе. Ага, значит, присутствует коллектив, в котором, как говорится, рос и развивался наш юный рекордсмен по поднятию тяжестей. Он с нами, вопил коллектив. Это наш Петя. Что вы по достоинству, чтобы оценить богатырскую силу этого мальчика, перекрикая всех моих друзей, продолжал Клоу, мы сейчас вызовем двух самых крепких, самых плечистых мужчин, первых попавшихся, ну, хотя бы вот этих. Но не тут-то было. Десятки зрителей со всех концов зала ренулись на арену. Они хотели потрогать гири, которые я так легко поднял ввысь. Неужели в зале столько подсадок, подумал я? Нет, не может быть. Значит, это самые обыкновенные зрители. Какой ужас! Что сейчас будет? Стойте! Остановитесь! Воскликнул я так громко, как не смог бы, наверное, крикнуть даже сам Клоун-богатырь. Сейчас я покажу вам еще один номер. Но если хоть один выбежит на арену, все пропало. Те, что бежали, замерли в проходах между рядами. Подождите минутку, предупредил я. Одну минутку. Мне нужно сбегать за кулисы. И тогда вы увидите такой номер, какого никогда еще не видали за всю свою жизнь. субтитры субтитры Продолжение следует...